Здравствуйте! На Десна ТВ время новостей в студии Олег Соловьёв. Смотрите в этом выпуске. Величайшему русскому слотоводцу Фёдору Ушакову 275 лет. Сейчас наша задача донести до нашей молодёжи все его праведные дела, его жизнеописание. Десногорск посетила музыкальная группа «Доктор Шлягер». Те, кто был уже на концерте, сегодня будут петь песни, которые тогда мы не исполняли. Ну а те, кто впервые на концерте группы «Доктор Шлягер», обязательно услышат те шлягеры, без которых ни один концерт группы «Доктор Шлягер» не обходится. Праздник для первоклассников «Прощай букварь» в детской библиотеке. Мы изучаем каждую букву подробно. Гласная, согласная, звонкая, твёрдая. Мы проходим целый определённый этап, работая над каждой буквой. Несмотря на удалённость Смоленщины от ближайшей береговой линии, профессия моряка увлекает всё новых представителей региона. Вдохновляют настойкость духа и уникальные исторические личности. Яркий пример которых – адмирал Фёдор Ушаков. День рождения флотоводца отметили в Десногорске ветераны военно-морского флота. Фёдор Фёдорович Ушаков – величайший русский флотоводец, командующий Черноморским флотом и русско-турецкой армадой в Средиземном море. Вошёл в историю как победоносный адмирал, не познавший ни единого поражения в 43 морских баталиях. По прошествии времени, за силу христианского духа, он был канонизирован Русской Православной Церковью. Я вас сердечно благодарю за то, что вы сегодня собрались в этом храме, чтобы почтить память этого великого человека, который созидал славу России. Он созидал славу российского флота. 24 февраля талантливому адмиралу, родом из ныне Рыбинского района Ярославской области, исполнилось 275 лет. В Десногорске в храме «Все скорбящих радость» памятную дату отметили участники общественной организации «Смоленское морское собрание». Это ветераны военно-морского флота, мужчины – верные делу, те, кто чтит и помнит историю и события своей родины. Сейчас наша задача – донести до нашей молодёжи все его праведные дела, его жизнеописание, так как он передал своим потопкам своё завещание. В мероприятие приняли участие и гости со школы-интерната посёлка Якимовичи. Молодые люди, для которых знакомство с историей России, возможно, поможет определиться и с будущей профессией. Когда-то выбор «дела жизни» сделал и Борис Парфёнов. Сейчас капитан второго ранга увлекает профессией моряка и молодёжь Смоленщины. Молодёжь, в общем, тянется, и потом, когда мы проводим с ними лекции, они спрашивают, а как можно поступить в училище, что для этого надо. Ну вот мы ветераны рассказываем. Смоленщина подарила России более 100 адмиралов, более 500 офицеров высшего ранга. И на этом вклад области в обороноспособность страны точно не закончится. Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ 23 февраля Десногорск посетила группа «Доктор Шлягер» в основе коллектива исполнителей, которые более 15 лет работают вместе с Вячеславом Добрыниным в качестве постоянных музыкантов. Именно им Вячеслав Добрынин доверил исполнение своих песен по всей России. В Десногорске шлягеры прозвучали в Центре культуры и молодежной политики. В праздничный вечер Дня Защитника Отечества зал был полон гостей, каждый из которых ждал от выступления только приятных эмоций. Песни все знакомые, все старые, с которыми мы выросли. Мы любим эту группу. Пришли, чтобы поднять себе настроение в день 23 февраля и чтобы отдохнуть. Музыкальный коллектив уже много лет сотрудничает с композитором и эстрадным певцом Вячеславом Добрыниным. Именно им народный артист России доверил исполнять свой репертуар из огромного множества хорошо знакомых мелодий. С творчеством коллектива десногорцы уже успели познакомиться на их первом концерте в Атамграде три года назад. Ведь те, кто был уже на концерте, сегодня будут петь песни, которые тогда мы не исполняли. Ну а те, кто впервые на концерте группы «Доктор Шлягер», обязательно услышат те шлягеры, без которых ни один концерт группы «Доктор Шлягер» не обходится. За 50 лет творческой деятельности Вячеслав Добрынин написал сотни песен. Некоторые из них стали настоящими шлягерами. «Не сыпь не соль на рану», «Ягода малина», «Колдовское озеро» – эти песни хорошо знакомы каждому. Многие выросли на них, у кого-то прошла молодость под эти песни, а у кого-то и вся жизнь. «Ягода малина», «Ягода вода» нас к себе варила, «Ягода малина» летом в гости знала. Всего лети искренне рассвети, охотой сладкой малина была. Вся программа исполняется солистами группы «Вживую». Трио – Леонид Абадзинский, Дмитрий Палаш и Александра Павлюк. Между песнями артисты общаются с залом, что создает теплую и непринужденную атмосферу. Шлягеры звучали на протяжении почти двух часов. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. В феврале по всей стране прошли праздники «Прощание с букварем». Не так давно, в сентябре, первоклассники познакомились с этим своим первым учебником, и вот пора прощаться. Торжественное мероприятие провели в детской библиотеке. Праздник «Прощание с букварем» – большое событие в жизни детей. Каждый первоклассник благодаря этой книге научился главному – читать. В честь этого сотрудники Десногорской детской библиотеки подготовили для ребят познавательное и веселое мероприятие. Они рассказали об истории кириллицы и о самых первых способах передачи информации. Сами же школьники тоже подготовились к празднику. Как хорошо уметь читать. Не надо к маме приставать. Не надо бабушку трясти. Прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять сестрицу. Ну, прочти еще страницу. Ученики из второй школы первого Б-класса в течение всего мероприятия дружно отгадывали загадки, играли в веселые игры на повторение алфавита, а также участвовали в интересной конкурсной программе. Мы играли в игру «Кто первее займет место на стуле». Мне еще понравились танцы. Ну, мне все понравилось. В течение года дети изучали и проходили один из важнейших рубежей в их жизни. Но некоторые ребята пришли в школу уже подготовленные. Постепенно так и научился. Вообще я их всех выучил в 6 лет уже. Хотя мне сейчас 8. Праздник прощания с букварем давно стал традиционным для всех школ города и считается очень важным и нужным событием для первоклассников. Благодаря букварю они не только учатся читать, но и узнают всю информацию о каждой букве алфавита. Мы изучаем каждую букву подробно. Гласная, согласная, звонкая, твердая. Мы проходим целый определенный этап, работая над каждой буквой. И если мы, допустим, берем слово «азбука», да, ребенок уже может сделать схему к этому слову, разобрать каждую букву. В завершении мероприятия детей поздравили с изучением азбуки и вручили настоящее удостоверение. Теперь каждый первоклассник может самостоятельно читать любую книгу и постигать различные науки. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 28 февраля в Десногорске переменная облачность, возможен снег с дождем. Температура днем плюс три, ночью минус три. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин